На который меня где-то кинули, где я оставил, где-то по каким-то причинам недополучил, либо же передал лишнее, спокойно можно было бы купить хороший автомобиль. Перед обедом у нас ответы на вопросы, вопросы на ответы. Итак, первый вопрос. Я тут даже распечатал, видите, сколько вас много. Короче, очень неудобно с телефона читать, ты путаешься во всяком спаме. Итак, Артём Хлебников спрашивает. Рубин, привет. Такой вопрос. Был ли в твоей практике Кидалова? Если да, то как-то с этим боролся. Заранее спасибо. 22 лайка поставили. Естественно, естественно было. То есть, у нас было и по нашей глупости нас кидали, то есть, ну, когда ты ещё не отличаешь, как это сказать, зёрна от плевел, да, и ты не понимаешь, если сейчас я прихожу, я сразу вижу на человека, на каких условиях с ним можно работать, да, по полной предоплате, либо же вообще без предоплаты там. Ну, то есть, тут ты уже начинаешь просто отличать. Отличить невозможно поначалу, то есть, пока ты не набьёшь кучу шишек и ран, ты не поймёшь, то есть, как себя нужно вести, потому что алгоритма 100% нет. Потому что, поймите, да, заказы бывают как там, ну, грубо говоря, ты бабушке что-нибудь там за 8 тысяч рублей там делаешь, да, и то для неё это огромная сумма, и она тоже тебе не даст эти деньги ни вперёд, ни как только по законченному. И ты ещё ей там 100 дел бонусом сделаешь. А есть люди, которые спокойно тебе могут 500 тысяч вперёд дать и спокойно уехать куда-нибудь на Карибу, потому что они понимают, что их не вариант кинуть. Такая ситуация, поэтому тут нету никакого алгоритма. А случаев было много, были комические случаи, когда приезжал заказчица, чётко с... Блин. Так вот, у нас были комические случаи, такие комичные случаи, когда мы там, ну, грубо говоря, нам прораб сказал, выкладывайте крыльцо там из газобетона. Мы выкладываем крыльцо из газобетона, представьте, да. И потом приезжает заказчица с такими глазами, а почему она у вас квадратная, она ведь должна была быть круглая, там, ну, и там заходит, грубо говоря, в санузел и видит эту всю картину, что там плитка там на ляпухах какая-то не такая. Она даже не на это смотрит, а смотрит на то, что там вообще совершенно другая плитка, и прораба уже неделю нету, а мы там как дураки ходим на работу, как бы в надежде получить какие-то деньги, хотя он уже всё там забрал и сам потерялся. То есть мы этот момент, ну, я не понимал, то есть тогда это, и для меня там было шок, да, у нас там 50 тысяч зависло, как бы, ну, вот так, в такие случаи бывают, конечно, естественно, особенно на старте карьеры. Поэтому это неизбежно, не бойтесь этого, это всё придёт с опытом, как-то так. Если бы все деньги тебе вернуть, на которые меня где-то кинули, где я оставил, где-то по каким-то причинам недополучил, либо же передал лишнее, спокойно можно было бы купить хороший автомобиль. То есть, ну, это опыт, он стоит гораздо дороже. То есть, вот я к этому так отношусь, предугадать это невозможно. Так, про электрику отдельно будет. Сергей Глушенко спрашивает. Руви маяки, выдирайте, красите малярной краской после штукатурки, чтобы не ржавели или как? Мы маяки всегда выдираем в 100% случаев, иногда оставляем в стяжке, но и то, в принципе, стараемся выдирать. Со стен однозначно всегда нужно вытаскивать, потому что неважно, что там будет обои, покраска, Венеция или же там вообще просто какой-то плезелин, всё равно нужно однозначно маяки демонтировать, а не это инородное тело в штукатурке, их надо убирать. Так, Александр Пиляев снова пишет. Рувин, привет, глядя, как ваш напарник таскает листы ГКЛ, придумал сделать облегчение ремень с зацепами для переноски листов. Видео выложу, может быть, о загрузке платформах. Несложные самоделки, но реально облегчают жизнь. Пускай парни не тратят силы на ломание спины, тот человек, который один, у нас все, каждый из нас, даже я спокойно 12-й картон сам носит. Я считаю, что эти все вот эти ручечки, да девочки и прочее, прочее, наверное, может быть и будет у нас когда-нибудь в другом возрасте, если мы этим же будем заниматься, тогда уже не сможем. У нас есть ребята, тот человек, который на видео таскал один, он на той руке 25 раз отжимается, поэтому ему лист картона поднять как-то особо несложно. Ребята у нас на спор носили, мешка цемента на третий этаж по каким-то непонятным таким лестницам, я, если получится, добавлю это в видео. То есть по три листа картона одновременно один человек сам брал, поменес на спор. Ну, то есть, в общем, вот такой ерундой мы страдаем, может быть, когда-нибудь нам аукнется, но приспособить делать не будем, это долго и неудобно. Некоторые вопросы отдельных видео заслуживать, поэтому мы не будем. Александр спрашивает, в каком году ты начал заниматься отделкой 27 лайков? Если мне не изменяет память, где-то в 2006 году я начал задумываться об этом и плотно уже в 2007 начал заниматься. То есть всем, не только отделкой, то есть всеми строительными работами практически, которые только возможны. То есть мы, ну, то есть я никогда не парился, то есть, в общем, это будет в отдельном видео. Примерно в 2006 году. Электромонтажник Дмитрий Дурнев спрашивает. Когда ты же купишь пацанам ходули, носитесь на этих лестницах как сумасшедшие? Про ходули. Ходули, на мой взгляд, при, когда ты комплекс делаешь, они не особо хороши, потому что, потому что вот всегда куча всего есть, мусора, еще чего-то. Чтобы работать только на ходулях, нужно делать какой-то один процесс, да, если ты приходишь только шпаклевать, или же, допустим, только делать электрику. Да, ходули удобны, но, как правило, у нас на объекте творится просто нечто непонятное. То есть мы, у нас идет все процессы одновременно. Ну, как, про процессы мы будем отдельно делать видео, как это, к чему мы пришли и как мы делаем именно. Поэтому ходули считают травмоопасными. Если упасть, удариться коленкой, это просто жесть, что может быть, поэтому наш выбор все-таки лестницы.